Дорогие земляки! Поделены. Это заставляет нас быть гибкими и подстраиваться под любые правила. Именно такие города призваны стать локомотивами регионального развития в новой пятилетке. Это большая ответственность. Мы с нетерпением ждем решений по распространению положительного опыта в Орши и на наш регион. Отдельно переживают, чтобы Беларусь жила. Беларусь живе и будет жить. Потому что в отличие от кучки лжепатриотов, глядящих на Беларусь через санкционные прицелы из-за бугра, подавляющее большинство беларусов по-настоящему любят свою родину. И это залог того, что она всегда выстоит и выдержит. «Люблю Беларусь» должно стать слоганом тех, кто болеет за страну. «Люблю Беларусь». Нарастание военной активности у наших границ, двойные стандарты, беспрецедентное давление и санкции объективно ставят препятствия на нашем стремлении к нейтралитету, которое закреплено в 18-й статье Конституции. Эти препятствия вынуждают нас защищать наши национальные интересы во всех сферах безопасности, в том числе военных. Отсутствие опыта у молодежи – отличный союзник в руках тех, кто пытается разрушить единство нашей страны. Нам же необходимо уходить от догоняющей модели развития, тем более, что интеллектуальные ресурсы для этого в стране есть. Необходимо выбрать ключевые магистральные направления и делать на них акцент. Айти в этом занимает огромную роль, но задача – уходить от обслуживающей модели и переходить к созданию на этой базе новых продуктов и сервисов. За четверть века наша страна стала по-настоящему социально ориентированным государством. Мы, женщины, ценим, что в разных внешнеполитических и экономических условиях государство ежегодно расширяет социальную поддержку. Предстоит создать и развить пять новых, как минимум, пять новых высокотехнологичных отраслей и направлений. Первая – электроиндустрия. Ее стержень – это программа «Национальный электротранспорт». Вторая – отрасль – биоиндустрия. Сегодня крупнейший проект в отрасли, о котором вчера упоминал глава государства – Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Фармацевтика. Правительством утверждена стратегия развития отрасли. Начинаем выпускать новые островостребованные лекарственные препараты. Давайте серьезно поднимем престиж рабочих профессий. Полностью поддерживаю поручения президента о целевом наборе вузы и техникумы. Надо кардинально изменить эту систему и с акцентом на технические и инженерные специальности. Мне 22 года. И несмотря на свою молодость, я прекрасно понимаю, что предприятия страны должны работать бесперебойно. Стабильная зарплата, модернизация производства, развитие социальной сферы – все это – результат слаженных действий коллективов. События лета-осени прошлого года показали, глядя на то, как у других, можно очень быстро потерять то, что создавалось годами у себя. Поддерживаем инициативу главы государства о придании Всебелорусскому народному собранию статуса конституционного органа. Конституционный суд предложит вариант такой нормы основного закона. Конституционный суд